сам по себе как бы я думаю это есть а понял понял ты об этом и спрашиваешь то есть прошлом году был интернешнл а в этом году нет не в курсе честно говоря мне кажется ничего не будет кто может банс ловить да так то нет ребят с виртусов это вроде не касается здесь все молодцы даже придраться не к чему если захотеть ну и и не хочется честно говоря в твиче регулярно летают какие-то спамеры на каком сервере сейчас будет игра я все время забываю посмотреть а ну мы можем посмотреть это в документе который мне тогда угодский дал там это все заранее до игры примерно указывается это юс вест то есть здесь обычно пишется через дроп если например америка с россии с снг то это либо европа либо юс ист но здесь четко указан юс вест америка всегда на вис весте играет но европа с азии понятно это самое оптимальное для них да и для америки как оказывается тоже них большие пинги достаточно ну наконец-то lgd наконец-то бан рубика в первой игре они от него не терпели затерпели во второй целых два респект бана я даже сказал три респект бана чен рубик тинкер бан против бульба против демона это тинкер тире рубик бан чена это против майалка чисто инвокер и дарксир ну а что ликан ликан или не ликан вот в чем вопрос дают сирену азиатам или не дают сирену они думают они думают давать лиликана скинули фотку если я не ошибаюсь это хао несмотря на то что может показаться до достаточно давно скидывали я даже не могу да это хао я в принципе его фотки ставил 3055 хп да такое можно сделать с помощью чена и инчи а с помощью чены рубика тоже можно сделать мы вчера об этом как раз задумывались они забанили профита lgd берут себе сирену теперь вопрос к егэ или мы опять не увидим ликана или увидим но вчера у нас уже был игра без ликана была тайт хантер лишь рак скидывает опять не пугайтесь сейчас будет громкий достаточно звук я даже убавлю для тех кто не понял что это было это была озвучка цемки да именно так и назначает так ребят я на 30 секунд отойду пока у нас идут пике без автон и шапка дая тим пик гдизайна 5 секунд отойду Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я так и знал, что тролли доберутся... Почему не банят Ликантропа? Это уже вторая игра... Против Сирены, видимо, ему тяжело... Ему БКБ собирать не вариант... Да и... Винрейт очень маленький у Ликана последнее время... Вот Ликан уже не имба... Надо почаще заходить... Клокверк весь во второй доте... Конечно, есть... Почему перестали пикать Клокверка? А, я понял логику... Да Клокверка вообще перестали пикать... Нага Пэйн... Да, но я даже не буду включать... Там... Это я тем более уже слышал... Бан Марфа на этот раз у ЛГД... И у них Сирена, у них Драгон Найт... Отвещают Лоуном на это все... Безобразие... Друль против... Сирены... И опять Лина... Хаус Найт также у нас пролетел... Мимо пиков и банок... Даешь Ликана... 10 секунд... 5 секунд... Бист был последним пиком... Класс, пик эссав... Нет, никаких эссавов... Демону дали возможность... Поиграть на бесте... Которого он очень любит... Лоун скорее всего здесь пойдет... Либо легкую, либо мид... Ну и Тайт Хантер... Лишрак и Энчантрос... Хотя не исключено, что в сложную... Это все отправится... Но как-то не знаю... Имея Лоуна в пике... Против вот такого вот пика... Команды LGD... Играть в стриплу на сложной... Это достаточно интересно... DDC и DD забирают Лину... И Дисраптора будут... Полностью играть в... Ну саппортов... Как всегда они это делают... Ксяо идет соло-леку... Яо опять соло-мид... Понятно... И Сирена... Или не Соло... Вот так вот... 2-2-1... 2-2-1 с Дисраптором Сиреной на сложной... И Драгон Найтом Линой... На миде... Наверное так... Посмотрим... Может еще поменяют... В прошлый раз поставили Драгон Найта... Но ему было тяжело одному... Сейчас пятером все идут у ЕГ наверх... Демон на бесте... Юниверс... На Лешаке... Бульба... Тайтхантер... Фирмедвед... И Майлк сзади на Инче... Как и положено... На Лесничке... Вчетвером ищут здесь свои приключения... Но... 4 на 5... Даже можно сказать 4 на 6... Заведомо не выигрышная ситуация... Нужно сейчас одуматься... LGD... Ой, ну все... Они уже попадают... Драгон Найт... Под фокус... Как бы спасать... Кинетик Филд... Неплохое... Сирена попадает под всем своим нюком... Ее блочат... Сирена хорошая... Муспит... Спасает ее... Замедление от Энчантра... Стан... Великолепная от Лины... Еще гаш... Уйдет сирена или нет? Стан... Лешаком не попадает... Последний удар... Великолепный стан от Лины... Спасает жизнь Силару... Но ошибка от LGD... Куда вы полезли вчетвером? На пятерых... Что вы там хотели найти? Тем более еще такой кривой маршрут... Под хайграундом... Поставили два варда... Один... Заплочит вот этот вот... Спот... Я не знаю зачем... Еще раз дисраптор залезает в лес... Но на этот раз его наверное все таки отпустят... Очень сильно повезло Силару... И... Хорошо отыграла там Лина... Все таки выбирают триплу на топе... И... Драгон Найт оставляют... Увидев что Бульбу будет играть в соло мид... Драгон Найт способен Тайдхантеру навешать очень неплохо... Да и... Думаю здесь у Силара все будет в порядке... От прошлой игры... Ох... Одного только крипа забрал из двух... Лина с иллюзиями... Все... Все споты... Аааа... Слоупок... Слоупок Майлд... Что же ты творишь? Действительно я не заметил что еще и на этом споте... Тогда понятна логика... Они забанили все абсолютно спот... Здесь стоит Сентрия... Но здесь его... Такое ощущение что сам Сентрии засветил... Возможно вот эта иллюзия помешала... Отличная руна кстати для такой стратегии... Они сейчас все кроме маленьких... Респов забанили... Нинча вынуждены идти в чужой лес... Здесь Энигма на соло линии... Против Беста... Как бы... И Бесту хорошо... И Энигме неплохо... Сирена против Мишки... Лишрак на... Отводе вот этого маленького... Респа... Попробовать сейчас что-то сделать... Да... Своим же Сентрии помешали спауниться крипам... Хотя нет не уверен... Еще вторая минута не наступила... До этого здесь стояли иллюзии... Посмотрим... Энигма находит в лесу... Хорошо... Замедляет... Малифайс в козу... Замедленно Энигма... Сейчас откатят топоры... Есть топоры... Бросает их... И забирает ФБ демон... Молодцы... Согнали Майлка на нижнюю линию... Сами же его туда согнали... В чужой лес... И сами же... От этого затерпели... Азиаты такие азиаты... Сирена пошла искать... Мишку... Мишка выходит... Мишку прогоняют с линии... Но не более того... Драгон Найт вернулся с бутылочки в ДД... С ДД в бутылочки... С бутылочки... С бутылочки в ДД... Они пытаются разделаться с кабаном... Да там еще и кабан скорее всего был... Хотя не уверен... Если бы второй был бист... То кабана не было... Но это еще плюс к замедлению... Эткантер также с бутылкой... Но у Драгон Найта все в этом плане чуть лучше... Потому что у него там ДД и бутылка полная... А у Тайта только один заряд... Продолжает ДК прожигать... Мишка фармится очень слабо... Ну против триплы не мудрено... Учитывая что Инча внизу... Инча второй раз пойдет на Энигму... Заходит... Малифайс дает Энигма... Здесь тролли, скелеты, кабаны... Куча урона входят... Хорошие топоры от демона... И замедление от Инчантрас... Добивает ее в итоге... Тролль... Ну демон здесь выживет... С большой долей вероятности... Хотя его идут искать... Он использует фласку... Но не пошли дальше... Идалоны... 2-0... Энигма снизу терпит от Инчи... Тем временем Тайдхантер чуть-чуть проиграл свой лайн по крепам... Ну и топ конечно... Сложно сказать кто здесь выигрывает... Потому что Медведь стоит против триплы... И... То что он даже немножко фармит... Это уже неплохо... Тайд обузит Боттл... Еще одна руна... На этот раз Инвис... И ДК уходит за ней... Очень грамотно... Он толкает линию в тот момент... Когда появляется руна... И вот сейчас он толкнул линию... Тайдхантер вынужден отбиваться... Ему не выйти... За руной... А ДК как раз забирает руну... И опять у него будет куча маны... Куча КП... И ничего ему не сделают... Ча продолжает качаться в лесу... А... Энигма... Против демона... Вообще конечно Энигма... Даже сильнее наверное... Беста на соло линии... Но... Когда Бесту помогают... Кинетик Филк... Не дает сейчас убежать внутрь... Последний удар по ДДС... Выживает он на десяти хитах... Ему нужно хилиться... Видит Сирена... Лишрак здесь же... Лишрак... Предпоследний удар... Нет... Все-таки уходит... Уходит Лина... Или Шрак еще сам попадает... Дает стан... Не попадает станом... Не по кому... Великолепно... У меня нет слов... Мишка бежит за... ДДС... У ДДС нет маны... Зато есть ХП... Блочит его Асилар... Как только может... Фласку использовал... Еще на пару ударов себе маны... Наригенил... Здесь Лина... Можно дать хороший лайстрайк и рейд... Дает его... Станет Мишку... И второй раз уже в игре спасает своего тиммейта... Хотя может и не спасает... Два удара Мишке... Один удар... Блочит его... Последний удар... Забирает он килл... Также можно Лину здесь убить... Мишку вызывает... Лина уходит в лес... Нет у нее никакой ветки... Даблкил от Фира... Мишрак... С первым диаболиком... Использовать нужно первый диаболик... Нет... Не использует... Потому что не догнать... Очень далеко шли... Мишка танкует... Нужно делать обратно... Сейчас ТП... Очень сейфово делает ТП... Лина... Но летит... Наверх уже... Нет... Деструктор сделал как раз ТП сейфовое... А Лина сделала ТП как нужно... Нон-стоп экшен... 4-2 в пользу ЕГЭ... Бестмастер убивает Драгон Найта... 5-2 в пользу ЕГЭ... Отличный роуминг... От демона... Что творят? ЕГЭ ведут сейчас уже вторую игру... Подряд... Проигрывая со счета 0-1... Они отыгрываются... И теперь... Все шансы имеют в третьей игре... Хороший конечно мух был от Мишки... Пошел за Тауэр уверенно... И забрал двух крипов... Двух крипов... Двух героев... Хотя... Рэддиенты все еще больше имеют... В золотом запасе... Но... Тысячу опыта они проигрывают... Хороший фарм у Енигма... Хороший фарм у Драгон Найта... Ну что и требовалось доказать... Енигма посильнее как... На соло линии... Но... Демон хорошо пришел... Мишка еще и динает здесь Тауэр... Уже есть шестой уровень... Есть ультимейт... Сразу же его качает... Сразу кастует... Чтобы быть более толстым... Сейчас будет к Драгон Найту в очередной раз заходить... И опять могут быть определенные проблемы... В прошлый раз я так понимаю с двух ультов он ушел... Не на мой взгляд... Эпэ... Сюда же бист... Бист с готовым ультом... Дает ульт... Топоры... Сырить нечем абсолютно... Минус Драгон Найт... Сам виноват... Сам вышел вперед... Очень агрессивно... И... За спину зашла Энчантрас... Ну все... Вот это контрится... Элементарно... Элементарными вещами... Достаточно воткнуть... Вот сюда вот... Какой-нибудь... Нет... Вот сюда вот даже будет надежней... Вард... Который будет палить и вот этот спуск... И вот этот вот... И Энчантрас к нему уже никак не зайдет... Если только не смог... Сейчас бы видел Энчантрас... Смог она вряд ли будет покупать в чужом лесу... Не какие-то такие ошибки очень... Примитивные... Что во второй игре... Что в третьей... Видимо LGD это вообще какая-то команда... Настроена только на одну игру... Вчера у них первый матч был хороший... Но они его не затащили... И второй, третий чуть хуже... Хуже сейчас то же самое... Выходит стандартный пуш с ДК 6 левела... Сирена еще и регентом забирает... Он ходит в дроль... Гуд пытаться загинать... Не удалось на этот раз... Но был очень близок к этому... Лишрак там чуть-чуть пораньше он... Нажми на атаку... Лиза сверху пробует разобраться с Мишкой... У Мишки 21 крипстат... Показывает что Курьер летит к Сирене... Очень странно считаю что Сирена играет за противоположную команду... Какой-то баг... Ну вот так Радиант уже увеличивает свой золотой отрыв... Хотя по опыту продолжают проигрывать... По... Ну как правило... Такие игры выигрывает команда... Которая лидирует по опыту... Если вот этот золотой отрыв обусловлен... Вышками... И их уничтожением... Посмотрим... Удастся или нет... Сирена выходит подфармиться на мид... До сих пор у нее есть триген... И... Может она восстановить ману... Использует его... Сейчас зачем-то прожала хил... Может быть была битая... Но... Возможно это и без клик... В середине карты... Вот так вот... Хотя наверное была битая... 700 хп у вышки... Наверное со следующим ультом... Может быть с Сидж Крипом... Сидж Крип кстати должен сейчас выехать... Да вот он поехал... Поехал Сидж Крип... И должны пробовать сейчас как-то... Давить в вышку... Пока что этого не видно... Пока что в смоках идут ЛГД наверх... Все втроем на медведа... Медведу будут сбивать фарм... Но они успеют... Еще есть много времени... Пока эта ката доедет... Пока тут Драгонайт пушит линию... Если не будет своим дыханием... Медвед... Медвед спасайся... Спасайся медвед... Тебе нужно уходить... Нет медведа видят... Все поняли что он в лесу... Ставят Кинетик Филд... Нет никуда он не уходит... Кинетик Филд дает вижен... Сбивают ДП... Уже летит сюда желтый игрок... Снизу в Драгонайт... Опять ворвались... Биздалуй... Ну и размен у нас идет... Беста поменяли на мишку... Беста... ДК поменяли на мишку... Что ДК все таки фармит себе БКБ... А не... А не мотоцикл... Как вы могли подумать... Наверняка слышу этот звук... А не Радианс... То для ДК эта смерть конечно чуть менее критична... Но тем не менее... Интересно будет ли размен по вышкам... Но так как Тир-1 Тауэра нету... Скорее всего успеют задефить... Не летят пока... Никуда не спешат... Ну и что... Фортификейшн летит... Лишрак отменяет ТП... Молодец... Лишрака уже можно не ждать... То что нужно... Да решают отступить... В чем логика? Да в том что сюда могут подтянуться... Эту вышку... Смогут заденайть потом... А забрать ее наверняка не получится... Ну сейчас вот пробили... В следующий раз наверняка пойдут заберут... На Рошана подтягиваются... Интересно... Вардов нету... Только вот такой вот вард... Который Рошана не видит... Рошан достаточно быстро теряет ХП... Но если узнают... Сирена-то рядом... Неужели получится забрать... Вот так вот стихую... И опять же это ошибка будет от ЛГД... Абсолютно на халяву... Абсолютно на халяву... Сирена забирает Хаст... Не знают что на Рошане... Ну не знают ведь... Да, это минус Рошана... Рошан... Хорошо... На Егису места... Демон 2.03... 40 крипов... На непростой линии с Энигмой... У Энигмы у ДК... Правда по 70... У Мишки тоже 40... Ох... Какой отрыв... По крипстатам... Это просто фантастика... Ничего нет... У ДДС и ДД... Но они роумели... И они вообще не фармили практически линию... Зато посмотрите... Огромные крипстаты... ЛГД... Инчу тоже можно вычеркнуть... Она фармила лес... 15 у Лишака... Так что из саппортов... Здесь по 40... Ну и... Казалось бы... Преимущество в золоте должна быть... Но его нету... Его вообще нету... Да... Бист еще и Эншентов тут... Настакал... Забирает... С помощью Лишака... 200 монет получает... 2000 у него... Я думаю при такой игре... Можно ему покупать даггер... Пошли на... Вышку снизу... ЛГД... Опять организовали они... Вот этот отличный пуш... Кстати... Едет очередная ката... И можно... Наверное... Продолжить свой пуш... Есть еще ульт сирены... Сирена... Замах на сеточку был... Бист... Биста... Видят... Ульт... Приходится использовать... Топоры... Кентавры... Не дают наги опомниться... Еще один стан... И импетус... Пека входит... Сирена успевает ультануть... Да... Тут же отключает ульт... Потому что умирает... Юниверс... Чисто спасти себя... Уйти... Отхилиться бутылкой... Нет ульта... Биста есть... Зато у Тайтхантера... И очень... Опасные кентавры... Энигма... Малифайз... Ульт... Тайтхантер уже замахивался... Не удается ему использовать... Ульт получает... Лагуна Блэйд... Урну... Хил Инчи... Возвращается Энигма... У Энигмы есть... Блэкхолл... Ее станет кентавр... Импетус... Еще один выстрел... Кентавр... Своемогущей рукой добивает ее... Сетка в Инчу... Очередные импетусы... Мана заканчивается... Сирена... Забирает рептайдом... Бист... Без Аегиса... Драгон Найт... Пытается отступить... На него накинута медалька... Биста... Минус Драгон Найт... И ЕГЭ преследует... Кинетик Филд успевает... Вовремя сработать... Не пойдут дальше за сиреной... Ух... Какая драка... Великолепный контроль от Майалка... В очередной раз он на лесниках показывает какие-то чудеса... Двух кентавров использовал так, как это было нужно... Там кентавры сделали полбитвы... И Энигму убили с Блэкхоллом... Кстати, опять не было Блэкхолла... Ну, глупое решение от Ксяо... Он вот так этот Блэкхолл экономит... Вчера он его несколько раз слил в никуда... Казалось бы... Но при этом там... На одного героя использовал... Или... На 2-3 секунды... Это было куда эффективнее, чем не использовать вообще... Ну, как бы толку... Ну, зажми ты хотя бы в одну энчандрес там с кентавром... Поживешь некоторое время... Может быть, потом откатят Малифайз... Ну, хоть что-нибудь... Рыбовозь опять доты... Рыбовозь номер десять... Это неизвестная м…. ... Хороший рыв Ну Диму, наверное, на этот раз ничего не удастся сделать Да, спасать их штормом он Ульт от Лины, очень хороший, минус Лешрак Хорошо зашли ЛГД Лина идет на мид Цепляет Энчантрас Да, Энчантрас уже никуда не уйдет Валипаясь Хилл, есть еще сетка Получает сетку Минус Энчантрас В итоге минус 3, минус вышка Снизу линию задефит У Медведя всего лишь 1200 А, 1200 и Сакрот Извиняюсь, господин Фир Все в порядке у Медведя И на 17-й минуте, вот смотрите, он против триплы стоял Так ему было тяжело Он, конечно, не нафармил себе фейзов У него нет там ультимейта орба, который ему вообще был не нужен Ой, ультимейта Орба в Венома, который ему вообще был не нужен Потому что стоя против триплы, ты особо никого там не похарасишь Зато вышел Очень быстрый Радианс Хорош, 18-ая минута Баню за то, что не умеете общаться Как бы рыбовой с рыбовой сом Бывает Я как только увидел, сразу отключил Ребутнул дот Просто было все это во время замеса И, естественно, если я буду во время замеса куда-то отвлекаться Я все пропущу Я и читаю, сейчас отвечаю Ну, во время игры делать это невозможно Ну, как вообще, ладно, не буду я спорить Кто не виноват, вам очень важно Ой, кто забанен Тут забанен Кто виноват, кто не виноват Это как бы уже не имеет смысла Курьер летает очень опасно Его сейчас можно убить Нет, отконтраливают Очень важный курьер С кларити поушеном и ДПшкой Да, учитывая, что сирена и так стояла в магазине Глупый ход, еще чуть не отдали его Очередной кинетик филд против мишки Стандартный выход с Радианцем от Медведя Посмотрим, к чему он приведет ДК как бы особо запушить ничего не смог Но я бы сказал, что это равная игра То есть что-то они запушили И причем достаточно неплохо Но Радианц все равно есть И все равно мишка вышел Теперь посмотрим, что удастся мишке Демон, конечно, красавец В любом случае Он не стал фармить себе даггер Но у него есть вот эта замечательная медалька Которая и против Рошана сработала неплохо И Драгон Найт, она немножечко контрит Снижая ему армор Так, сейчас быстро закрою скайп Не закрою, в смысле Добл дамейдж Ах да, еще маленькое замечание Мат запрещен За него тоже выдается бан Вот Как бы Это правило Хотите Это моя прихоть Но это я общаюсь с чатом Твича Для тех, кто не понимает, в чем дело Потому что в остальных-то все ведут себя нормально 8-10 И игра переходит в такую достаточно уже позднюю стадию В которой и мишка имеет радианс И вот он попробовал выйти Ничего не вышло И Драгон Найт с БКБ вроде как И что-то запушили Оставили 2-3-2 вышки всего лишь Ну на одну вышку по факту они спушили больше Конечно в планах LGD было Чуть получше Задавить оппонента И спушить Ну в сетер 2 вышки Хотя опять же это очень каленая На миде фуловая Но мид пушится легче всего В том плане, что за него идти не так далеко И крипов толкать Как до остальных линий Мишка против сирены Кто кого Да, кажется мишка все-таки жестче ржет Жестче ржет Смок разбили Все пятеро под смоком идут Куда идут пока не знаю Скорее всего перед Рошаном Сейчас попробуют забрать одного Ну нету даггера Там сирена почти с тараской Обходят Идут наверх Ну и можно выходить Наверное на мид Сейчас попробовать как-то убить Да, так и есть Выходят на мид Очень хорошо Беста сразу Статик шторм Малифайс Минус бестмастер С ульта Лина Пробощает Зачем-то ультит Сейчас сирена Совсем не в тему Да, думали Что здесь еще и медведь остался Медведь не остался Поставили Миднайт пульс Кинетик филд Чтобы просветить Хайграунд Убить вард Там у кого-то Должен быть гем Если там вард Они убили Конечно В чем я не уверен Нет, там просто Не было варда Понятно И гемов тоже не было Странно Зачем они тогда Светили топ Видят уже Рошана На этот раз Попробуют его не отдать Благо есть чем драться С другой стороны Потратили все Свои кулдауны И сейчас не будет ульта Драгон Найта Очень важного Который бьет сплэшем Не будет ульта Сирены Есть конечно Блэк Холл Но Блэк Холл Без БКБ Сирена вообще Идет откуда-то сверху У Рошана пока Неспешно бьют Нужно сейчас Всей толпой На него кидаться Вас ничто не остановит Разве что Ульт Дисраптора С Кинетик Филдом Может очень сильно порешать Драгон Найт Заходит Начинает биться Включает БКБ Кинетик Филд Неплохой ульт Тайт Хантера Не очень хороший Энигма до сих пор С Блэк Холлом Гонится за ней Мишка Бист сзади Дает Ульт Включает Некрачей Хорошо Откидывает Вон назад Дисраптор Не отпустит Яо Статик Филд Кинетик Филд И Статик Шторм Поздно Еще и минус Дисраптор Станом не попадает Лишрак Бист какой быстрый Под Некрачами Топорики Под минус Армором И сгорает От Мишки Лина Кажется LGD Проиграли ключевой замес Сейчас Сирену Сетка Минус Сирена Минус Драгон Найт У которого нету Байбека Сейчас можно просто Заходить и ломать Тауэр Ломать Тир 2 Тир 3 Вышки Там у Драгон Найта Нету байбека 45 секунд Есть хилл Ну что пойдут Или не пойдут Да идут Идут Ивилджиниус Вот так вот Рошан обернулся Концом игры Очень необдуманно Тратят скиллы LGD Иногда совсем не там Где нужно Ну хотя Это не конец игры И не факт Что даже одну сторону Скушат Но одну сторону Должны скушивать Байб Малифайз Малифайз Причем в Мишку Так что Сирена Еще не вышла Кинетик Филд Ульт В Энигму Как-то чудом Выталкивает ее Все Сняли барак Еще и Лину Продолжает Грызть медведь Мека Лешрак Сжигает ультом Лину Тайтхантер Без ультимейта Бьет его сирену Сирены нет Диффуза Тайтхантеру Поэтому не так Это больно Блэкхолл Неплохое От Энигмы Сбивает ее Станом Лешрак Бис Дает топоры Уходит Не отпускает Его надо Использует ульт Лешрак Бежит на границу Ультимейта Уйдет или нет Все-таки Уходит Лешрак Да Чуть-чуть Ведь его не зацепило Буквально Доля секунды Ох Как Рванули вперед Уже казалось Радиант Вытаскивает Игру Но вот этот вот Забег на Рошана Без Ультов Сначала пошел Драгон Найт Соло В общем Очень-очень Все плохо Конечно ошибка Арселара была Когда он вот здесь Вот зачем-то потратил Ультсирены Совсем не нужной Которую нужно было Сейвить на Рошана Потом Ну Вот так вот он решил В любом случае Пока что игра Еще не закончена Спушили сторону Да Большое преимущество Сейчас больше Пяти тысяч Там У У У У Вилджиниус Но ЛГД Не сдаются Десять тысяч По эксперт В общем нормально Так подрались Мишка с керасой Один Блэкхолл за игру Но это фейспалт Вот это вообще Непонятная мне тема В этой игре У Мишки уже Не почти кераса У Мишки кераса Охохо И теперь будут Заходить на Рошана Теперь конечно Поопаснее Хотя у Сирены До сих пор нет ульта Вот для Рошана Ультсирены Он самый опасный Да Вообще Беспалева заходят А чего им бояться У них уже такое преимущество И И Нигма без блокпола Да Ультсирены на этот раз Есть Зато Блэкхолла нет Все как-то Не в зуб ногой Мишка сгрызает Рошана Очень быстро Забирает Аегис И можно идти Свободно Давить другую сторону Какую-то Сначала нужно Толкнуть топ Прежде всего Третий Некрономикон Беста Некрачей Наконец-то По-человечески Перерисовали Разных цветов Все теперь Все теперь понятно Интересно Как он выглядит Первого уровня Некро 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 Да Первого синий Второй красный И третий зеленый Первый был По-моему Первый Синий Второй фиолетовый Третий красный А то раньше Приходилось Сматриваться На перимские цифры Бест под Некрачами Под своей аурой Начинает Устраивать настоящий Трэш Мишка Это новый Нет Мишка старый Успел его блинкануть Очень вовремя Каким-то образом Из-под сетки Видимо не получил Мишка Урона От героев Ставится Кинетик филд На вышку Понимает Все что Сейчас терять сторону Нельзя И Топ Кстати Сирена Не так уж сильно Толкнула Здесь все в порядке Я почему-то думал Что Очень жестко будет Отступает Медведь Медведь как раз Идет на верхнюю линию Сейчас он там ее Пушнет И вернется Очень быстро Вернется с блинка Мишка Мишка не нажимает Рэббит Не понимаю Опять же Почему Рэббит Кастуется Кулдауном В 30 секунд А продолжительность Его гораздо Больше Учитывая Пассивку Ну да Сейчас медведь Пойдет Будет кушать Вверх Нижняя линия Из-за того Что здесь большие Крипы Сама собой Дойдет до базы Такое вот Интересное решение Ну а тут Вышка уже Практически без КП В любом случае Медведя вернуть Это одна Кнопка В течении доли секунды Вот как раз Возвращают Медведя Ульт в сирену Блэкхолл Великолепный На этот раз И Тайтхантеры Не успевают Убить до ульта Нет Все таки Успевают Его заковырять Минус Тайтхантер Все герои ЛГД в БКБ Ульт в сирену Отступают Под ультом сирены Сама сирена Делает ТП Ставится Кинетик Филд Не дает выйти Забрить последнюю вышку Добивает ее все таки Лишак Своей Могучей рукой Стан ДК Получает Импетусы Нет Минус вторая сторона Как бы красиво Все не делали ЛГД Мишку не остановить Слабир слишком силен Вызывает Нового медведя Сгрызает Дисраптера Сгрызает Энигму Ульт Тайтхантера Который выкупился И пришел сюда Минус сирена ГГ И Ивил Джинниус Вопреки прогнозам Многих Я сейчас зайду Быстро на госу Геймерс Я очень хочу Это увидеть Какие были ставки Гайд Гайд браузер Да ГГ пишет На самом деле Не хирпера Написал его Сяо Сколько народу Верило Все-таки 64 на 36 в пользу ЛГД Ставки были Если кто-то поставил реальные деньги Могли неплохо выиграть Потому что фаворитами считались ЛГД И ЕГЭ занимают первое место В своей группе На втором месте ЛГД И скорее всего Они останутся Да, 100% Они останутся По личным встречам Хотя бы Да даже не по личным встречам Там По Субтитры сделал DimaTorzok